В эфире программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Редкая порода лошадей на грани исчезновения. Старожиловский конезавод не удается спасти. ДТП в области погибли 5 человек и пожарным и скорой предлагают разрешить таранить автомобили. В Рязанской области пытаются спасти конезавод, где разводят русскую верховую породу. Сейчас он стремительно разрушается. Вскоре лошади редкой породы, над восстановлением которых ученые трудились долгие годы, будет негде держать. Эти лошади уникальны. В конце 18 века русских верховых вывел граф Алексей Орлов, брат фаворита Екатерины II. Две войны и советский курс на развитие мясной промышленности привели почти к полному истреблению племени. Восстановить породу взялись современные ученые. Им это даже почти удалось. Но сейчас русская верховая вновь на грани исчезновения. Прямо на въезде в Старожилово стоит сказочная красота здания, будто со страниц волшебной книги. Постройка конца 19 века – конюшня барона фон Дервиза, чьи владения когда-то занимали почти весь населенный пункт. Сейчас это исторический памятник архитектуры федерального значения, который между тем в крайне плачевном состоянии. Он рушится буквально на глазах. И хотя пока здание конюшен используется по назначению, именно здесь базируется знаменитый Старожиловский конезавод. До весны 2017 года Министерство культуры, собственник помещения, приказало освободить его. Это наш конспортивный манеж. Здесь проходит выездка. Раньше проходили соревнования, новогодние представления. Назначение его – постоянная работа лошадей. В аварийном состоянии особенно манеж, да и конюшня примерно на 50% в аварийном состоянии. Ее срочно нужно капитально ремонтировать. 210 породистых лошадей. Обитатели этих стен сегодня находятся под угрозой. Среди них лучшие представители элитных пород, культивируемые уже не одно столетие. Кличка жеребца Атон. Вот он от Аргуана и Малеи. В его родословной три раза повторяется имя самой знаменитой спортивной лошади, жеребца Апсент. Апсент был участником трех олимпиад. Главной гордостью Старожиловского конного завода всегда была русская верховая. Уникальная лошадь, созданная специально для высшей школы верховой езды. Для такого направления спорта, как выездка. Красивого и очень зрелищного. Меня интересует судьба нашей породы. Мы единственный конный завод, который разводит лошадей русской верховой породы. Эта порода является гордостью, являлась гордостью Российской империи и в настоящее время одна из лучших спортивных пород современной России. Лошади этой породы, у них быстрее получается, они быстрее соображают других пород. А это экономит время спортсмена. Часть помещений уже не эксплуатируется в связи с аварийным состоянием. Рушится кровля в Манеже, где раньше организовывались спортивные соревнования и показательные выступления. То же самое можно было бы проводить и сейчас, тем самым привлечь потоки туристов к поселку. Тут не только же конюшня, тут же еще очень много зданий, построенные по проекту трех архитекторов. Значит, это, во-первых, Шехтель, во-вторых, Гримм и академик Красовский, который здесь построил церковь. Не каждый город это может. Вообще, оно сторожило само по себе, как село уникальное, оно могло бы быть объектом туризма. С этим местом связано начало карьеры легендарного полководца маршала Георгия Жукова. Он здесь был назначен старшиной второго эскадрона. Пробыл здесь полгода. И, как и все, наши великие военачальники времен Великой Отечественной войны, командовал сначала кавалерийским эскадроном, а затем кавалерийским полком. История вообще сама по себе здесь уникальна. И потерять это было бы просто безответственно перед потомками. Несколько русских верховых служат в президентском конном полку. По словам Владимира Фролова, представители породы могли бы вполне заменить своих сородичей с иностранными корнями. Но пока никто не знает, как сложится судьба уникальной породы, славная история которой в настоящее время под угрозой завершится. Почему-то истории про лошадей всегда печальные. Мы надеемся, что этот раз станет исключением. В ДТП на трассе Каспий под Рязанью погибли 5 человек. Столкнулись иномаркой грузовик. Пассажиры-водители, ехавшие в легковом автомобиле, погибли. Подробности расскажет Наталья Новикова. Сегодня утром в Скопинском районе произошло ДТП, в результате которого погибли 5 человек. Авария произошла в районе 268-го километра автодороги Москва-Астрахань. Было установлено, что автомобиль Volkswagen, надвигаясь со стороны Москвы, совершил столкновение с грузовиком МАН. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и машину вынесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с грузовиком. Все 5 человека, находящиеся в автомобиле Volkswagen, погибли. Водитель и пассажиры. Госавтоинспекция не устает напоминать рязанцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и о том, что в зимнее время года нужно быть в разы осторожнее и ответственнее на дорогах. Необходимо соблюдать боковой интервал, дистанцию до движущихся впереди транспортного средства, а также быть внимательными при проездах нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, место скопления людей. К другим темам. В конце лета стартовали работы по экологической реабилитации Рюминского пруда. Капитальный ремонт здесь не остановился и в зимний период. Как продвигаются работы и что рязанцы увидят в скором времени, знает Анна Герцовская. Реанимация системы водосброса в реку Лыбедь производит администрация города. Сам же пруд очищается за счет Министерства природопользования и экологии Рязанской области. В данный момент на Рюминском пруду ведутся работы по ремонту откоса в том месте, где расположен гидроузел. Сейчас они продолжаются. Это идет о выравнивании, выполаживании откоса, предполагается его укрепление плитами бетонными и работа с оголовками. То есть сейчас работы эти продолжаются. Следующим этапом ремонта станет замена водосбросов. Двух труб, расположенных под землей длиной по 170 метров. А ремонт сам водосброса будет осуществляться без вскрышных вот этих всех работ. То есть, как вы говорите, полгорода не будет никто раскапывать. Там предполагается шахтной проходкой замена существующих труб. Старые трубы оказались засорены. Они непригодны для эксплуатации. Что же касается очистки самого пруда, работы по изъятию донных отложений завершены. Они продолжатся в момент потепления, когда лед с реки сойдет. Поскольку удаление ила происходит при помощи земснаряда, который поднимает со дна загрязнения без откачки воды. Ил складывается в геотубы, которые в дальнейшем вывозятся на полигон. Итоговый результат очистки пруда должен сохраниться надолго. По проекту рецидив не должен произойти. Однако, человеческий фактор никто не отменял. Подрядчики наши говорят, что действительно очень много мусора. И бутылки, склянки – это даже не самые проблемные объекты. То есть, там и крупногабаритный мусор, какие-то там останки автомобилей присутствовали. Проект по очистке пруда предусматривает и комплексное благоустройство ЦПКО. Поэтому лица, ответственные за это, верят в то, что рязанцы в дальнейшем будут ценить и уважать объекты социального значения. Тем более, они станут довольно привлекательными. Пожарным и скорой предлагают разрешить таранить автомобили, неправильно припаркованные во дворах. С такой инициативой выступили активисты общественной палаты. Однако, в Государственной Думе проблему считают надуманной, а предложение – бредовым. В ситуации разбиралась Галина Ершова. Она знает все за и против. Пожары и экстренные вызовы. Почти каждый день сотрудники МЧС получают сигнал тревоги. Пытаясь сэкономить каждую секунду, они мчатся на помощь людям. Но не все идет гладко. По правилам, на пожар в спальный район должны выехать три автоцистерна и одна лестница. Это 17 человек личного состава. Им уступают дорогу, пропускают на светофорах, но добраться до пункта назначения они все равно не могут. Мешают неправильно припаркованные во дворах автомобили. Проблемы возникают во всех спальных районах города. Наибольшую опасность вызывают улицы Пушкина и Гагарина. При этом время суток слабо влияет на ситуацию. По норме это должно быть не менее 6 метров ширина проезда. По нормативным документам они предусмотрены. Но, к сожалению, люди ставят транспорт, потому что его просто длинной стоянки нету, скажем так. И они ставят проезды, которые предназначены для пожарных машин. Пожарные приехали на вызов на улицу Кольная, дом 25. Однако въехать во двор ни лестница, ни цистерна не смогли. Для тушения пожара сотрудникам МЧС пришлось протягивать магистральную линию на два рукава. Этой длины хватило для того, чтобы подойти к месту пожара. Но напор воды в рукаве сильно ослаб. Пожарные цистерни максимум на 400 метров примерно рукавов. Но это максимальное количество. То есть это с учетом того, что если высота пожара может достигать 20 метров и выше, 28 метров, то есть пожарный насос может не осилить такой расход и давление, в общем-то, не создать необходимое для тушения. Решение проблемы уже есть. В 69-м федеральном законе о пожарной безопасности статье 22-й сказано, что сотрудники МЧС имеют право эвакуировать мешающих им людей имущество. Однако это занимает много времени. Уходят драгоценные секунды, которые можно было потратить на спасение человеческих жизней. В условиях крайней необходимости мы можем отодвинуть машину, но никогда не предпринимали действия по их порче. То есть мы не били стекла, не двигали пожарную машину, просто вручную поднимали и передвигали аккуратно, для того, чтобы не попортить имущество. Сейчас депутаты общественной палаты предлагают разрешить пожарным машинам и скорой таранить неправильно припаркованные во дворах автомобили. При этом за нанесенный ущерб должны отвечать страховые компании или же сами автовладельцы. Однако сотрудники МЧС предлагают более долгий путь. Они просят администрацию города урегулировать вопрос парковки во дворах спальных районов. Ведь на сегодняшний день ставить машины, которых становится все больше, просто некуда. В законе России прописано, что все дети с индивидуальностью имеют право учиться вместе с своими сверстниками в обычных школах по месту жительства. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья готовят новые образовательные стандарты, но на практике пока далеко не все могут учиться в обычных классах. Программа адаптируется согласно возможностям каждого. Школа обязана обеспечивать коррекцию. Обязательные занятия с психологом и логопедом. Ребенка на занятиях сопровождает помощник учителя – тьютер. Его задача не просто следить за тем, все ли успевает подопечный, но и постоянно увлекать его в общие занятия и игры на переменах. Это хорошо развито в Москве. В провинции же звучит как утопия. Вместо тьютеров здесь мамы и бабушки, а большинство психологов и логопедов в школах начали сокращать еще несколько лет назад. Инклюзивное образование у нас работает в других городах, например, Воронеж, Липецк, Кострома и Москва. В Рязани пока его нет, и мы хотим, чтобы эта модель инклюзивного образования заработала еще и у нас в Рязани. В Воронеже, например, работает пилотный проект, согласно которому дети обучаются по единственному в мире научно доказанному методу коррекции аутизма – АБА. Результаты впечатляют и родители, и преподаватели. Они уже не сомневаются, что такие дети смогут ходить и в обычную школу. Я думаю, что это будет полезно и нашим детям, потому что они будут в обществе. И детям, которые учатся в обычных классах, то есть не без каких-то ограничений по здоровью. То есть они будут учиться и доброте, и понимать, что существуют такие дети тоже. И отношения к ним сформируются определенным образом, и милосердие, и все то, о чем мы мечтаем о наших детях. В Рязани же пока все только в стадии рассмотрения возможностей школ принять таких детей. И в немалой степени зависит от того, насколько хватит сил у родителей и аутистов бороться за свои права. Мы против надомного обучения, потому что нашим детям очень важна социализация. На самом деле они хотят общаться, просто они не умеют. Они не знают, как это делать, как себя вести в коллективе. Их нужно этому обучать. Если их этому не обучать, то они на всю жизнь просто потом останутся дома, одинокими. Он может находиться в коллективе. Вот я говорю, почему нас в сад взяли. Он может находиться в коллективе, может общаться с другими детьми. Но, к сожалению, не разговаривает в той мере, в какой должен разговаривать в свои 7 лет. Соответственно, и в обычную школу. Даже в коррекционную школу нас не взяли с 7 лет. Поэтому проблемы, конечно, есть, они остаются, мы их решаем. Только осенью этого года Министерство образования приступило к мониторингу организации обучения таких детей. Родители сами обратились к чиновникам с заявлением о том, что обучение на дому для них не выход. Для обучения их в школе в рамках инклюзии необходимо провести очень большую работу, потому что необходимо создать условия. Это и наличие специалистов, которые кроме учителя будут заниматься, потому что там необходимы тьютеры, там необходимо присутствие медицинских работников постоянно, там необходимо присутствие психологов, дефектологов, логопедов. Вот сейчас совместно с городским управлением образования просто будем анализировать и все-таки смотреть, где у нас есть эти специалисты, с тем, чтобы мы могли помочь этим детям начать обучение с 1 сентября. Даже не западная практика других городов России показывает, учебный процесс для детей-аутистов в школах возможен и необходим. Остается надеяться, что усилиями родителей власти услышат и решат проблему в Рязани. И новый учебный год все же начнется для особенных детей. До наступления Нового года осталось меньше месяца, и Рязань уже вовсю преображают к празднику. Елки установили возле супермаркетов и развлекательных центров города. А всего город будут украшать 33 новогодних дерева. Разноцветные гирлянды и огромные шары. Рязань наряжается к новогодним праздникам. Работы ведутся с 15 ноября. Загадочное настроение уже создает два светодиодных зимних фонтана, установленных на площади Театральной и у кинотеатра Москва. Также радовать прохожих будут 33 елки, которые скоро появятся в городе и области. При этом ни одно живое дерево не пострадает. Все ели искусственные. На сегодняшний день они установлены на площади Театральной и площади Ленина. Красавицы нарядились шарами, но пока не светят праздничными огнями. Главную же елку города, расположившуюся на площади Победы, только начали собирать. Еще около семи дней понадобится на ее украшение. Также традиционно радовать пешеходов и водителей будут светодиодные гирлянды и сетки на деревьях. При этом запаса украшений полностью хватает. Новые в этом году приобретать не будут. Хотя коллекция города все же пополнится необычными игрушками. Их своими руками сделают сами рязанцы. Данная акция проводится среди отрядов юных инспекторов дорожного движения школ города Рязани. Все дети подготавливают свои работы в разной форме и технике, связанной с безопасностью дорожного движения. Работы принимаются до 20 декабря. Фантазия участников ничто не ограничивает. Главное условие – это возможность повесить игрушку на елку. Лучшие работы будут украшать красавицу у здания управления ГИБДД на улице Солнечный, дом 1. Посмотреть на елку и зарядиться новогодним настроением смогут все желающие. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра и желаем вам хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова